Следующий рассказ, который нам предстоит услышать, называется «Левиафан». Его автор — Лариса Бортнигер. В кафетерии было людно. В очереди на раздачу стоял человек 15. Всю по привычке прикинуло, кто тут кто, и в очередной раз поделилась, как же причудливо не перепутались в людях их тотемы. Нет, ну в самом деле смешались куча кони, люди. Почти все здесь были настолько грязными, что невозможно было определить ведущий тотем. Всю-всюжо распознала в толстой и кудрявой хохотушке обесь плотки с дикой свиньей. Сразу же перед утка свиньей переминался с ноги на ногу, замешанный на медведя кульк. С ним флиртовали две не то лани, не то газели. Обе с приличными добавками птичьих кровей. У десертной стойки накладывал в тарелку пирожник пожилой кайман, хорей от кейсвят для Москвы. Было в нем еще много всякого от всяких других экзотов, но основной тотем звучал так мощно, что все залюбовалось необычным стримом. Кайман почувствовал на себе чужой взгляд, поднял голову от подноса, пристально уставился на все. Но любопытство его было недолгим, и через полсекунды старик снова вернулся к своим крашкам. И то верно. Разве благородному кайману интересно какая-то белка мышь? Невнятная офисная челедь, безлигная, скучная, седра. В животе запурчало от голода, свело желудок. Все глубоко задышало. Вцепилось пальцами в металлическую ручку раздаточной тережки. Чувство голода всегда тянуло за собой неконтролируемую ярость. Тихо, 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 тихо. Если вдруг на людях накроет тотемом, старайся сразу же успокоиться. Не дай бог произойдет метаморфоз. Держи себя в руках. Работай с дыханием, думай о хорошем. Крась мысленную стену в зеленый. Это утешает, — учила мама. Ксю подняла чертов мысль отбивали, обмакнула его в несуществующее ведро с несуществующей краской. Но тут, стоящая рядом полухомячиха, весело захрюкала, обнаружив какой-то особенно сочный кач, и Ксю почувствовала, как ее тело заливает нестерпимый жар. Лицо пред ней, тарон наполняется горячей слюной. «Успокойся, дыши и крась мысленную стену в зеленый». Ой. Ксю от изумления даже забыла о том, что Сверски была одна. Вы... Вы что-то сказали? Тот самый кайман, когда ты успел войти в очередь с другой стороны, смотрев на нее сверху вниз, и хищно раздувал толстые, абсолютно рептилоидные носки. Вблизи дать ему можно было лет шестьдесят или чуть больше. Если не брать в расчет солидный возраст, он был красив, непривычный и с искренней красотой. Смогуя сухая кожа, цвета миди, седые затянутые кучерки на макушке волосы, раскосые глаза, широкий нос. Ступай за дальние столы, я ненесу льды. Кайман растянул тонкие губы в неприятные улыбки. Всю послушно кивнула, вышла из очереди и направилась туда, куда только что приказал ей старший пататэп. Он принес мясо и хлеба, и плитку черного шоколада. Плитку разломил пополам. Свою половину проглотил сразу же, почти не жуя и не смокуя. Сомнений в том, что этот Кайман никакой не Кайману, все не было, но она не смела начать разговор первой. Мама предупреждала, что там случится, что ее однажды найдут, что она будет молча ждать приказов, не смея выполнить ни слова. Но одно дело теоретически знать свою судьбу, а другое сидеть к ней лицом к лицу и упоживать лишь нас. Конечно, сейчас времена другие. Ты даже можешь отказаться от выполнения своей миссии, но ведь она — главный смысл твоего существования. О, про смысл своего существования Ксю помнила отлично, особенно последние три года, с тех пор, как мама умерла. Тогда 18-летняя Ксю думала, что тоже умрет от горя и одиночества. Но ничего, оправилась и принялась жить сама по себе, тщательно следуя маминым наставлениям, не выделяться. Нашла работу в бухгалтерии, взяла в кредит Матис, завела кота и даже пару лет назад съехалась с парнем. Кстати, с парнем все, как получилось, само по себе и очень легко. По понятным причинам Ксю не требовала от этих отношений многого. Замуж она за него не собиралась, детей звонить тем более не хотела, так что ее вполне устраивали его приличные чувства и гумора, приятная внешность и умение не разбрасывать по комнате трусы. Если честно, то до какого-то момента, да, все эти хорошие качества ее всего лишь устраивали, а дальше всю сама толку не поняла, как взяла, да и влюбилась. Главное, мама ведь предупреждала, что этого делать нельзя, ни в коем случае нельзя влюбляться, привыкать, прикипать сердцем, любить. Но Ксю любилась. Тогда его звали Серегой, и он был волком. Не стопроцентно, но все же волком. Хорошим таким, надежным, спокойным, как и все волки. Немного росомашки и веселые дури Серега ничуть не портил. А по материнской линии там поколение пять назад отметились бесстыжие миссы, которые, как известно, прекрасные любовники. В общем, Серега был отличным парнем, и замечательно к Сю подходил. Но! Но он был всего лишь какой-то волк с примесью росомахи. Она была чистокровный дракон. А если быть точным, то даже не дракон, а левиафан, о чем мама не уставала ей ежедневно повторять. Кстати, с этим самым левиафаном у Ксю никак не складывалось четкого понимания, поскольку на дотошные расспросы мама ответить толком так и не смогла, а все доступные источники были слишком многословными. Одно Ксю узнала точно. Страшнее и величественнее левиафанов нет и не было на Земле существ. Считается, что левиафаны — миф, что самим левиафанам только на руку, ведь они уже много веков прячутся ото всех прочих, сохраняя чистоту и безупречность древнего татэма. Почему так необходимо сохранять чистоту? Что там за проблемы с воспроизводством потомства? Зачем все это обставлено такими сложностями и ритуалами? Это все было неизвестно. Но благодаря маме миссию свою она зазубрила чуть ли не с пеленок. И это была очень понятная миссия. Дождаться появления мужчины твоего тотема, а дальше родить и воспитать маленького стопроцентного левиафанчика, или даже двух или трех, в зависимости от того, как распорядится совет. Мама, а почему у меня не братьев или сестер? Волновалась маленькая Ксю, с завистью поглядывая на более безучих в этом отношении подруг. Мама предпочитала занять эту тему, а шучилась. Но однажды все же проболталась, что совет не рекомендовал ей рожать второго ребенка, поскольку заподозрил Ксю небольшую, но все же припись чужого тотема. Нет, нет, неправда! Я дракон! Настоящий! Топала ногами Ксю, а мама успокаивала ее и причитала... Тихо, тихо, конечно же, настоящий! Старейшины потом, кстати, так и постановили, но все же осадочек остался. Я дракон! Я сейчас вам докажу! Я как-как войду сейчас... Метаморф... Морф... Морф... В тотем войду! Вот! Все, и твоя исполнилась семь, поэтому ей было трудно запомнить слово метаморфос. Не вздумай! Искренне пугалась мать. Ты что? А если кто увидит? Пусть видит! Я дракон! Я никого не боюсь! Не смей! Дыши! Читай про себя! Читай стихи! Крась мысленной стену в зеленый цвет! Ты не понимаешь? Левиафан, это страшно! Не только для тебя, но и для других людей! Ты что? Хочешь однажды обнаружить гору человеческого мяса рядом? Не смей! Ладно! Не буду! Но все равно я дракон! Левиафан! Да ведь, мам! Да! Как бы то ни было, за 21 год Ксю так ни разу и не вошла в этот злополучный метаморфоз. Аказии не случилось. И, кстати, ни разу не видела, чтобы мама в него входила. Но возможность в любой момент превратиться в шуткое мифическое существо, способное уничтожить все вокруг, волновало Ксю, щекотало ее нервы и грело ее самолюбие. А то, что в жизни она выглядела, как белкомыш, вела себя, как белкомыш, ходила, бегала, одевалась, смеялась и даже ела, как белкомыш, это все не имело значения, как еще выжить в этом мире истинному Левиафану, только прячься за невзрачным тотемом и обычной внешностью. Ксю ела пивштекс. Ложак Айман молчал. И только тогда, когда она отодвинула пустую тарелку в сторону и положила на нее скомканную тарелку, поинтересовался безразлично. «Готова?» Ксю кивнула. Она, кстати, понятия не имела, что будет дальше. Мама, конечно, рассказывала, как к ней в кинотеатре на следующий день после 20-го дня рождения подсел им позорный конь. Как она по девичьей глупо напугалась, поняв, что пришло ее время. Как конь отвез ее в Переделкино на небольшую пропавшую нафталином дачу. Как там пахло прошлогодними яблоками, было холодно. И как тот конь, мама, кстати, так и не сказала ксу его имени, может, и сама не знала, привез ей из города теплые витузы, шерстяные носки и медицинскую энциклопедию. Мама часто рассказывала ксю про ее отца, и это была история о долге и взаимоуважении. Очень короткая, очень скучная история о долге и взаимоуважении. Ксю же хотелось, чтобы там было хоть чуть-чуть про любовь. Но, видимо, Левиафан и выше этого. Долг для них главное. А любовь? А что любовь? Любовь оставим глупым мелком. Ксю вздохнула и принялась из-под тишка разглядывать того, кто совсем скоро станет отцом ее будущего ребенка. К сожалению, лицо его было слишком крокодильным. Пластический хирург постарался на славу. И все еще раз поблагодарила судьбу за то, что мама выбрала и для себя, и для дочери легенду попроще и посимпатичнее. Ксю улыбнулась, вспомнив, как они с мамой репетировали перед зеркалом Беличью мелкую походку и открытую, но не бесхитринку улыбку. Как учились на Вадим Беличьи макияж, как добавляли мышиных аксессуаров и немного мышиной же моторики. Хорошие были времена. Веселые. Хариман аккуратно уложил телефон в карман и равнодушным голосом, словно он беседовал с банковским автоответчиком с командовым. Приведи дела в порядок, возьми отпуск. На месяц-два, может быть, на три, будешь нам нужна. Переделки для издачи. Камин, бассейн, кухня в доме. Возьми купальник, тапочки, халат. Лыжи, если катаешься. Теплую одежду, лекарства, гигиенические средства. Книг себе возьми. Сю послушно хивала. Купальник, тапочки, халат, посею. Ну да, все верно. Никто к ней сразу не полезет. Сперва дадут привыкнуть. Посмотрят, как следует отдохнуть. И хотя звучало это довольно безобидно и даже вдохновляюще, что-то все страшно поробило. Словно ее собрались, как какую-нибудь породистую утку. Сперва откормить орехами, а потом пустить на фуагра. Если мужчина есть, то нужно с ним расстаться. И без того печальные размышления. Все были природны совсем уж невеселым, хотя и ожидаемым приказом. Да. Я готова. Я понимаю. Нам ведь нельзя жить с чужими. Чужой может вычислить, кто мы такие. Или вдруг у маленького случайно будет неконтролируемый метаморфоз. Умничка, соображаешь. Тогда в 7 утра, а в воскресенье на Тверской метро. Байкман встал и двинулся прочь с шершавой походкой. О, Ксюха, харчор будешь? Прикинь, я внезапно сварил харчор. В 7 вечера Серега был уже дома. Ходил совершенно голый по кухне. Ну, несовершенно. Наушники. Ты его в этом виде варил? Тогда не буду. Ну, зря. Слушай, а куда я делал тот чайник? Ну, тот, что нам широкую подарили. Ты скачал пятую серию, и тот, черт, забыл. Мне срочно двадцатных по работе. Жди ты, не ешь мой харчор без меня. Пока Серега бегал в спальню за телефоном, Ксюм летнулась в туалет, закрылась за собой дверь на защелку, села на унитаз и разорыталась. Тихо, чтобы Серега не выслушал. Рыдающий на унитазе чистокровный левиафан. Зрелище борщи редкое. Даже невозможное. Так что здорово, что Серега ничего этого не видел. Еще лучше, что он так и не понял, отчего его любимое в этот вечер так печально, а ночью так отчаянно нежна. Ни в тот вечер, ни в ту ночь, все так не хватило сил сказать Сереге, что ему надо остаться. И в следующий вечер, и в вечер пятницы тоже. Тем более, что на вечер пятницы давно уже был запланирован концерт, обортить благородный джаз с бюльгарным разрывом глупо. Разве нет? А в субботу? Тянуть было уже некуда. Поэтому Ксю вспомнила, что она величественные, жестокие левиафана, неслабовольная, кличущая белка. И пока Серега ездил на мойку отмывать свою масло от февральской новослойной грязи, Ксю покидала в сумку кое-какие вещи, исключая купальник, и вышла, даже не оставив записки. Исчезла, и все. Уже сидя в кафе-булочке на противоположном конце города и пытаясь не плакать, потому что левиафаны не плачут и не рефлексируют, Сю сочинила очень сухое письмо Сереге. Ухожу. Так надо. Прости. За вещами и к которым пришлю курьером. Девушка! Хотите горячего шоколада? Шоколад нужен всем, а вам особенно. Полная официантка, кажется, белка с кремисью козы, из-за слез Ксю не смогла забрать точнее, осторожно протянула бумажную салфетку. Нести? Нет. Макнула головой Ксю. У вас что-то плохое случилось. Это из-за мужчины. Но это же можно исправить. Ведь можно же. Наверное, официантке не следовало ничего спрашивать. Какое ей дело до слез еще одной посетительниц? Невзрачная белка-мыши. Наверное, ей следовало сделать вид, что она не замечает происходящего. Но сработала не то тотемная связь, белка-белку видит издалека, не то обычная женская солидарность. Поэтому она спросила. И спросила так участливо, так искренне, что... что Ксю не выдержала. Нельзя! Нельзя! Нельзя исправить! Все ужасно. Я его люблю, и он меня любит. А ничего она с ним не будет. Никогда не будет. Никогда! Почему? Если вы его любите, он вас любит. Официантка удивленно всплеснула руками. Руки у нее были пухлые, белые. Наверное, все-таки так смешался некрот, а инкорностарь. Да потому что... Ксю втянула в себя столько воздуха, что если бы это был гелий, она взлетела бы под потолок, как огромный и печальный шар. Втянула... И выдохнула все разом вместе со своим горем. Потому что я левиафан. Я дурацкий, идиотский, тупой. И никому уже сто тысяч лет не нужен левиафан. У которого долг перед другими левиафанами и все такое. Я всех этих левиафанов в гробу видала. Но я не могу их предать. Потому что я левиафан. А левиафаны не предают других левиафанов. Кто? Кого? Ну, дракон я. Если вам так понятнее. Хотя так не совсем правильно. Но пусть будет дракон. Хотя выгляжу хоть белка. Но я никакая не белка. Я истинный дракон, понимаете? А нам надо хранить чистоту рода. И еще прятаться ото всех. И притворяться кем-то другим, чтобы нас не нашли и не вычислили. Хотя кому мы сдались вообще? Кому? Вот вам важно, что я дракон? Нет? Честно помогала головой официантка. Мне без разницы. Так нести вам шоколад? Махнула всю рукой, но гори оно все огнем. Несите. И чизки, и клубничные тоже несите. И кьянте бокал. Нет, два бокала. А лучше сразу бутылку. Серега появился в дверях ровно через час. С порога увидел всю и решительно направился к ней с явным намерением разобраться в происходящем раз и навсегда. Ксюха, ты с ума сошла? Заболела? Твой нос сожрали зомби? Ты можешь объяснить, зачем это все? Экран мобильника из текстом злополучного прощального письма замаячил перед зареванными глазами Ксюху. Не могу. Точнее могу, но категорически не могу. Почему? Серега почти заорал, но вовремя сообразил, что криками тут ничего не починить, и сбавил обороты. Ты вообще что, Париж? Я мысленно крашу мысленную стену в мысленный зеленый цвет. Печательно сообщила Ксюха и вскликнула. Потому что я дракон. Я тебя люблю, но ты даже не полноценный волк. И значит, мы не можем быть вместе. То есть можем, но тогда получится, что я предам своих, а они мне никто. А я тебя люблю. В общем, поэтому я сильно психую. А когда я психую, может случиться бесконтрольный метаморфоз, и я превращусь реально в дракона. И что бы ни случилось метаморфоза, я мысленно крашу стену в зеленый цвет. Уже давно, кстати, крашу. А как ты именно здесь нашел? Полокатову, блин! Ты же мне сам доступ еще год назад дала, забыла? А-а-а! Все бодро откликнула из винного бокала. Сережа, ну, все очень фигово. Но ты тут ни при чем. Ты иди давай. Я дальше сама. Я же дракон. Левиафан, если точнее. Мы своих не бросаем. Серега вернулся в поиск от поддержки. Официантка, в ответ на его взгляд, пожала плечами, понимающий сочувствие. Он ничего тут не поделаешь. Надо вызывать специалистов. Ксюха, я пока что ничего не понимаю, но хочу и имею право понять. Серега сел напротив и взял ее руки в свои. Ты, главное, не в секунду. Просто уясни, что случилось, и мы вместе все решим. Не ты сама, а мы вместе. Ты же меня знаешь. Ты мне веришь? Да. Схлипнула Ксю и вцепилась в рука в серединой куртке изо всех сил. Я тебе верю. Только ты не смейся сразу, ладно? В машине было уютно. Они просидели там уже часа три, глядя через лобовое стекло на медленный, безмятежный, падающий снег. Белый, белый, удивительный, нечеловеческой красоты снег. Да. Звучит это так, будто можно тебя срочно тащить по психиатру. И это в лучшем случае. И в худшем, и твоя мама, и ты попали в какую-то отвратительную зерклю. И тебя пора спасать. Бреши, какие-то тотемы, левиафаны, волки, белки, фениксы, чистый бред. Не верю. Понимаю. Все вздохнуло. Ну, как мне тебе доказать, что это правда? Как? Блин. Серега задумался. Потом хлопнул себя ладонью колбу. А давай, превратись в дракона, ну, тыс, в левиафана. Слабо? Дурак. Ну, слабо берешь, да? А если я тебя убью? Когда превращусь? А если? В быстром шепоте всю было все. И страх, что у нее ничего не получится, и куда больше. И страх, что получится. И окажется еще ужаснее, чем можно предположить. И страх, что родственнички по тотему не оставят ее в покое. И страх, что как раз ее все оставят. И тогда что она будет делать одна? И просто ужас от того, что сейчас ее тело станет другим, нечеловеческим, огромным, жутким. Прямо здесь превращаться? Я в машину, наверное, не помещусь. Да, прямо здесь. Ничего, дверь откроем. Мама говорила, что это просто. Гораздо проще, чем контролировать свою ярость или свою боль. Что достаточно перестать держать себя в руках, поспорить себе, стать собой. Просто уставиться взглядом в одну точку, прижать язык к мёгу и задержать дыхание на полторы минуты. Тогда, если ты левиафан, то неизбежно превратишься в левиафана. А если нет, если есть тебе хотя бы капли чужой крови, то, увы. Через полчаса себя бы не выдержал. Все, все, поехали, а? Утром еще попробуем. Еще, Радик, еще. Я должна. Я все-таки левиафан. Идем домой, левиафан. И завтра утром к этому псиллу я сам поеду. Разберусь я с ним и с его масонами. В ту ночь ксюр не спала. Слушала, как дышит Серега и думала о разном. Ей было досадно. Досадно то, что она не смогла доказать Сереге, что она левиафан. Досадно то, что Серега оказался прав и нет никаких тотемов. А все это выдумка гнилого извращенного разума, на которую они с мамой попались. Еще все было досадно, что Серега вот так за несколько часов отобрал у нее всю ее прошлую жизнь. И что теперь она уж точно как все. Вот это, как все, было, пожалуй, обиднее всего. Но зато у нее осталась любовь. Разве этого мало? Разве это не чудо? Если увижу у кого-нибудь из класса расстояния и километра от нее, убью. Ясно вам? Убью. Вопросы? Возражения? Она не ваша марионетка. И, кстати, вы ошиблись. Она не левиафан. Серега в упор смотрел на смуглого халеного старика, сидящего на скамейке в метро. С трудом сдерживал клопочущую внутри ярость. Успокойтесь, прошу вас. Контролируйте себя. Мы все же в людном месте. Ну, не левиафан, так не левиафан. Мы это, кстати, давно подозревали. В конце концов, она не последняя женщина тотема. Почему такие страсти? Ладно. Надеюсь, вы друг друга поняли. Серега вытер ладонью солбопот, отвернулся. Обмакнул мысленный валик мысленную краску. Принялся красить стены в оранжевый, успокаивая своего спешенного Василиска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова